всех приветствую дорогие друзья с вами владислав это канал ноутбук 31 сегодняшнем видеоролике хочу показать топ-3 самых распространенных ремонта ноутбуков с которыми мы чаще всего сталкиваемся это ноутбук от компании dell который греется и не чистился 13 лет свеженький ноутбук леново который реагирует на кнопку включения но картинки нет а также мегабук от компании массой у которого полосит изображение поэтому присаживайтесь поудобнее наливать ячейок с лимончиком и погнали ну а топ я открою после небольшого рекламного объявления от спонсора сегодняшнего ролика друзья хочу порекомендовать вам программу для восстановления данных от компании recovered эта программа с легкостью и простотой восстановит вам все потерянные удаленные отформатированные данные поддерживает работу с разными устройствами хранения а также поврежденным пока бесплатен для сканирования и предварительного просмотра перед восстановлением программа доступна как для windows так и для mac после установки данного программного продукта восстановление происходит в три этапа первый это выбор места откуда будем восстанавливать информацию второй это сканирование и поиск поврежденных или удаленных объектов третье это предварительный просмотр и уже наконец-то восстановление потерянных файлов ссылочки на этот программный продукт оставил в описании под видео сегодняшний топ открывает проблема с которой сталкивался или рано или поздно столкнется любой счастливый обладатель ноутбука это конечно же грязь и пыль и как следствие перегрев аппарата этот конкретный экземплярчик принесли полностью рабочим но с жалобой что его корпус очень сильно нагревается вишенка на торте является то что этот ноутбук за 13 лет ни разу не разбирался что и послужило поводом разобрать его и показать как выглядит заводская термопаста так как обычно в моих роликах такого не встретишь в лучшем случае там будет не заводская термопаста а в худшем сколотый кристалл убеждаю что ноутбук включается и работает а затем я его выключаю и приступаю к разборке не буду акцентировать внимание на процессе сборки разборки этого устройства а уделю этому всего лишь несколько секунд после снятия топ кейса я ожидал более худших запылений ну а так классика жанра плата покрыта небольшим слоем пыли и естественно засорен вентилятор снимаю систему охлаждения открутив соответствующие винтики вот так выглядит заводская термопаста она серая и твердая завода почему-то именно наливают ее они аккуратно намазывают а может быть площадь соприкосновения процессора и термотрубки больше а как вы думаете напишите пожалуйста в комментарии отнимаю вентилятор от своего родного охлаждения и до пыль здесь во всей красе и вот такая прослойка имеется у каждого второго клиента и убирается достаточно легко с помощью своего пылесоса который имеет на конце очень мягкую щетку убираю всю пыль которая находится на плате также дополнительно прохожу кисточкой с помощью груши для оптики или как я еще называю клизмы провожаю пыль из корпуса подальше убираю остатки термопасты с помощью тряпочки убирается она достаточно просто но это не всегда так также убираю кристалл процессора в идеале обезжириваю оба кристалла чипа с помощью 90 процентного спирта наношу новенькую термопасту а также обновляют термопрокладку собираю назад все полностью в корпус и этот момент мы промотаем с помощью влажных проспиртованных салфеток вытираю топ кейс ну и матрицу а затем сухой тряпкой и не забываю конечно про верхнюю крышку примерно вот так выглядит ноутбук который полностью почищен к нему была применена услуга профилактика которая стоит у нас в районе 1000 рублей ну а мы переходим к следующему ноутбуку серединку пьедестала занимает случай который произошел вот с этим леново это произошло после обновления операционной системы кто первый догадается в чем проблема тот молодец на ремонте у нас сегодня ли новый диапад 330 довольно таки свеженький и офисный ноутбук при нажатии на кнопку включения моргает подсветка но изображения нет неужели проблема снова видеокарте конечно же нет давайте разберем и посмотрим что же с ним выкручиваю все винты в нижней части корпуса и снимаю поддон или как я его обожаю называть корыто после снятия поддона мы можем заметить что за все на плате отвечает комбинированный процессор что с одной стороны дешево а с другой ненадежно и при любом нестандартном воздействии на процессор может его убить а инженеры компании леново очень любят заливать под процессоры компаунд что за люди усугубляют и без того трудную жизнь ремонтникам чтобы ничего не коротнуть отсоединяем аккумуляторную батарею не отходя от кассы передергиваю батарейку к мос проверяем результат проблема осталась снимаю плату и осматриваю ее абсолютно нет никаких повреждений или воздействий другого мастера обязательно вспоминаем после чего произошел дефект это произошло после обновления операционной системы выпаиваю флешку с помощью термофена устанавливаю ее в свой программатор прошиваю с помощью дампа биоса который был скачан заранее с сайта производителя конечно же я за кадром перенес ключ и серийники об этом можете не волноваться это видео сегодня у меня не об этом ноутбук успешно заработал и прошивка ему помогла что не может меня не радовать затем собираю все полностью в корпус и давайте проверим ноутбук включился и работает давным-давно отдан своему владельцу и успешно протестирован как вы уже поняли вторым по популярности ремонтом в нашем сервисном центре является прошивка базовой системы ввода вывода а стоимость данной работы полторы тысячи российских рублей а замыкает нашу тройку самых популярных ремонтов это вот этот ноутбук от компании мы сай этот ноутбук очень дорог своему владельцу поэтому не ругайте за то что он очень старый клиент был готов заплатить в полной мере за его ремонт проявляется дефект следующим образом при включении ноутбука появляются вертикальные полосы после этого ноутбук сразу же выключается если включить его еще раз то изображение нет вот так именно проявляется дефект и сейчас мы с этим будем бороться ни для кого не секрет что чаще всего в этих ноутбуках проблема не в матрице давайте снимем систему охлаждения и попробуем найти подозреваемого вот этот красавчик не сильно не нравится а это у нас северный мост nvidia nfg 600 да да именно nvidia раньше частенько эти чипы были северными мостами у меня конечно же в наличии есть такой чипах и посмотрите на его цвет опять же цвет чипа существенно отличается это означает лишь одно что северный мост угрет и требуется его замена если посмотреть внимательно на подложку чипа то прекрасно видно что на нем имеются так называемые волдыри или вздутие в общем чип однозначно поврежден необходимо разобрать ноутбук и добраться до сердца до материнской платы так как в этом видео разборка ноутбуков мне не интересно я пропущу этот момент ну или быстро перемотаю и клиент сказал что этот чип уже несколько раз прогревали и после последнего прогрева он отработал один день в принципе я не удивлен замена этого чипа довольно стандартная детали установки мы пропустим и перейдем сразу к результату чей был успешно установлен на плату и сел он как обычно ровно и красиво отмыл наш новенький чипчик от остатков флюса и грязи наглядно сравните разницу в чипах собираю ноутбук полностью в корпус и проверяем результат ноутбук включился и изображение на экране корректное никаких нет артефактов или искажений к сожалению качество экрана оставляла желать лучшего но что поделаешь клиент пожелал его отремонтировать после многочасового тестирования этот мегабук прекрасно работает а в этом видеоролике я показал топ-3 распространенных ремонтов с которыми мы каждодневно сталкиваемся это разнообразные чистки и профилактики ноутбуков банальные слеты прошивок bios и легчайшее их восстановление а также замены разнообразных чипов начиная от простейших северных мостов заканчивая комбинированными процессорами если вам понравилась такая рубрика то не поленитесь поставить лайк под этим видео ну а сегодня у меня на этом все всем спасибо за просмотр надеюсь было интересно и полезно подписывайтесь на канал ставьте лайк и пишите комментарии еще увидимся но уже в следующем видео пока а